Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы поговорим сейчас с вами о девятой главе Евангелия от Матфея. В девятой главе евангелист приводит для читателя несколько рассказов о чудесах, которые совершил Господь. Чудесах довольно известных, описанных большей частью и в других Евангелиях, хотя, конечно, рассказы евангелиста Матфея о каждом из этих чудес своеобразны. Он говорит, как правило, значительно короче, чем Марк и Лука, опуская целый ряд подробностей. Но, тем не менее, в таком конспективном изложении тоже есть какие-то важные для нас особенности взгляда евангелиста, ну и сами по себе истории в любом случае чрезвычайно важны. Начинается девятая глава с рассказа об исцелении расслабленного, который присутствует и у Марка, и у Луки. И замечательная история, которую, соответственно, и Марк и Лука рассказывают много подробнее, потому что там, скажем, у Луки фигурируют четыре человека, которые несут этого расслабленного. Там кровля дома тещи Симона Петра, которую прокапывают, то есть раздвигают то, чем этот дом был покрыт, скорее всего, либо это были пальмовые листья, либо солома. И вот спускают этого самого расслабленного, такая яркая красочная картина. Матфей все это оставляет за кадром. Он говорит о том, что вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и Господь, видя веру их, как и другие синоптики, Матфей сообщает нам о том, что чудо совершается в ответ на веру тех, кто несет этого расслабленного к Иисусу. Вот Господь говорит нам, дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои. И то, что по-настоящему может быть важно для Матфея, это реакция книжников. Ему и его читателям она вполне понятна, а для своих читателей Марк и Лука принуждены слегка разъяснить ее, сказать, что книжники эти самые думают, он богохольствует, потому что кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Для читателя Матфея понятно, что никто, кроме Бога, прощать грехи не может, поэтому, когда он кратко сообщает, что вот книжки, думают, что Иисус богохольствует. И вот читатель, скорее всего, его отлично понимает. И вот Господь, видя помышления их, задает им очень важный, я бы сказал, поучительный для нас, для всех вопрос, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших. Понимаете, человеческая психика, мозг наш, на протяжении последнего миллиона лет, да, начиная от первых представителей рода гомо, пожалуй, с гомо габелес или с гомо эректус, вот, наш мозг устроен так, что у нас сначала происходит эмоциональная реакция на уровне гиппокампы, лимбической системы. И только потом лобные доли коры головного мозга придумывают рациональное объяснение для этих наших реакций. Мы, грубо говоря, сначала ненавидим кого-то, а потом приискиваем объяснение, почему тот, кого мы ненавидим, плохой. И убеждаем самих себя, что наша реакция, там, ненависть, агрессия, прочее, прочее, что она правильная, что так надо, что вот они действительно плохие. Книжники поступают в сущности ровно так же. Им не нравится, Иисус не нравится, что он делает. Они говорят, он богохольствует. Ну и дальше там будут искать какие-то объяснения своей позиции. Они еще и потом будут его провоцировать ближе к концу его служения, провоцировать, подначивать, прочее, прочее. Вот, Господь же здесь, посмотрите, Он не рассуждает в категориях вот этих наших рациональных постфактум объяснений своей эмоциональной реакции. Он задает вопрос ровно в коре. Зачем вы думаете худое в сердцах ваших? Он предлагает как бы исцелить вот этот худой взгляд, эту агрессию, ненависть, недовольство. Как говорил Владимир Соловьев, всякое учение право в том, что оно утверждает, и не право в том, что оно отрицает. В общем, здесь Господь предлагает книжникам примерно в эту позицию, так сказать, встать. Зачем вы мыслите худое в сердцах ваших? И, конечно же, непременное аскетическое упражнение для каждого, кто хочет быть его учеником, время от времени заглядывать в свое сердце, задавать себе этот вопрос и избавляться от вот этого мысления худого. как сам Господь, понимаете? Он ведь говорит нам с вами, я не обвиняю вас, есть на вас обвинитель Моисеян? Говорит, я пришел не судить, но спасти. Вот так примерно он, мне кажется, предлагает здесь книжникам посмотреть и нам самим, на окружающую жизнь и людей. Как спасти? За что можно зацепиться, чтобы спасти, чтобы там пожалеть, посочувствовать, а не для того, чтобы обвинить и отвергнуть. И дальше одна из самых загадочных, я бы сказал, фраз Христовых в Евангелиях, которую, конечно, не так легко объяснить. Может быть, это связано с тем, что до евангелистов дошел устный рассказ в какой-нибудь не вполне окончательной, не вполне полной форме, может быть. Так или иначе, вот Христос спрашивает книжников, а что, по-вашему, проще сказать «прощаются грехи» и сказать «стань и ходи»? Ну, во-первых, с точки зрения книжников и вообще с человеческой точки зрения, конечно, гораздо проще сказать «прощаются тебе грехи твои», потому что, а кто проверит? Если человек один скажет человеку другому «прощаются тебе грехи твои», кто проверит? Вероятно, Христос это подразумевает, ну, возможно, по крайней мере, это подразумевает, спрашивая книжников. Или вы думаете, что я не могу сказать «встань и ходи», и чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле «прощать грехи», говорит Расслабленному «встань и иди». Может быть, примерно такая логика прослеживается за вот этим чудом. Обратите внимание, что книжники ведь своим богохульством, по-видимому, прервали Иисуса на полусловие. Он, вероятно, и сказал бы раньше, в самом начале этого рассказа, «книжнику Расслабленному встань и ходи», но они даже не дают ему возможности это сделать. Но, может быть, и как-то иначе следует объяснять вот эту фразу к Христа, как вы думаете, что легче. Потом тоже заметьте, что мы, в общем, так безответственно относимся к собственным словам, что нам, да нам что угодно сказать легко, одинаково легко, что прощаются тебе грехи, что встань и ходи. Другой разговор, что если кто-то из людей грешных это скажет, Расслабленному он не встанет и не пойдет. Но все-таки, вот, смотрите, Господь тоже, между прочим, поразительная вещь. Он ведь мог бы сказать книжникам какие-нибудь, ну, обличающие слова, вы мыслите худое, вы там не верите, ничего не понимаете, прочее, прочее. И сказать, все, идите отсюда, уходите. Не хочу с вами там разговаривать. Ну, там, скажем, христиане ведь сплошь и рядом отказываются от диалога с теми, с кем, кто с нами не согласен. Нам прям вот очень трудно сдержать ответную агрессию и содержательно как-то, что бы то ни было, обсуждать Христос. Нет, он вполне себе остается в этом доме, продолжает диалог с книжниками для того, чтобы и их тоже каким-то образом вовлечь, что-то им объяснить, донести до них. Поэтому вот он говорит, чтобы вы знали, что сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Вот, встань и ходи. И действительно чудо совершается. Ну, и не то, чтобы прямо это было доказательством, но это дает возможность, по крайней мере, книжникам, которые пытались Иисуса осудить, по крайней мере, возможность что-то в своих взглядах пересмотреть, переоценить, как-то посмотреть по-другому. Дальше евангелист Матфей рассказывает историю, которую многие толкователи, особенно древние, ну, в общем, считают в какой-то смысле для евангелиста автобиографичны. Ну, тогда так было принято. Если там два человека с одинаковыми именами, древние толкователи христианские были склонны считать, что это непременно один и тот же человек. А до этого возникает иногда путаница. Ну, и, в общем, больших оснований, так сказать, для такого рода выводов нет. Ну, тем не менее, мы не знаем, был ли в самом деле человек, сидящий у сбора пошлин, то есть налоговый инспектор по имени Матфей, тем самым человеком, который записал евангелист Матфея, может быть, да, и может быть, нет. Ну вот. Важно, что как-то вокруг этого мытаря, сборщика пошлин, собираются его, так сказать, коллеги и собратья. И вот мы знаем из рассказов Луки, что Господь приходит в дом этого человека и собираются тоже мытари, грешники, разные вот там люди, которые считаются фарисеями и книжниками нечистыми. Ну, потому что и мытари, и, скажем там, торговцы какие-то, и служащие в римских оккупационных войсках, там обычно в большом количестве служили туземцы, а иудеи вообще в те времена считались весьма неплохими воинами. И в римской армии они служили не только в Палестине, но и в Египте, и в других местах по окраинам, восточным окраинам империи. Одним словом, вот собираются люди, которые по роду своей деятельности контактируют с язычниками, контактируют с язычниками, и поэтому в глазах благочестивых людей, особенно профессиональных верующих, они недостаточно чисты. Ну, то есть, попросту говоря, совсем не чисты. И поэтому за один стол с ними садиться нельзя. Нельзя. И вот, увидев, как Иисус возлежит в доме, а это ведь, скорее всего, было не совсем даже в доме, а на такой огороженной небольшим решетчатым парапетом затененной площадке между домом улицей, что-то подобное дастархану среднеазиатскому, вот, увидев это, они возмущаются и спрашивают, они боятся Иисуса самого спросить, потому что он же скажет потом стыдно будет, поэтому они спрашивают учеников, что это, зачем ваш учитель ест с мытарями и грешниками, сами фарисеи считают, что они все конченые люди, вообще пропащие, их уже можно прямо сейчас на сковородку в аду класть, да, поэтому они говорят, зачем, почему, для чего учитель ваш ест с мытарями и грешниками, потому что они считают, что тем самым Иисус себя оскверняет, они считают, что человек, ну, хоть чуть-чуть чего-то достигший в деле благочестия, что вообще называется этим словом, большая загадка, тем не менее, что вот такой человек не должен с разными вот такими мытарями и грешниками садиться за стол. И на это Господь отвечает потрясающе важными словами. Во-первых, Он говорит, не здоровые ли имеют нужду во враче, да, не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. И в каком-то смысле по этим словам Христа получается, что когда мы понимаем про себя, что мы грешники, про свое несовершенство, это в каком-то смысле лучше, чем если мы уверены про себя, что прям праведники белые, пушистые, не к чему придраться. Вот. Ну, такой трезвый взгляд на себя это действительно важно. Но кроме этого, Господь напоминает фарисеям поразительные слова, сказанные Богом через пророка Осию. Я милости хочу, а не жертвы и боговедения более чем всесожжений. Потому что как раз фарисеи уверены, что Богу нужно от нас всесожжение, что вот какие-то такие культовые обязательные вещи, не обязательно прям вот храмовые, но они считают, что и исполнение Торы и их устного неписанного закона это все тоже такая форма культа. Не форма сделать свою жизнь соответствующей правде Божьей, а форма культа. И вот Господь им говорит, нет, Отец Небесный хочет не всесожжений, а чего-то совсем другого, милости. Милости в первую очередь людей друг другу, по крайней мере, по контексту пророческого высказывания это понятно. Для Бога важно, как мы относимся друг к другу, чтобы мы не отвергали друг друга, не пренебрегали друг другом, как и Иисус этими грешниками и мытарями. Они впрямь мытари и грешники, и у них, наверное, масса недостатков, которые, вообще говоря, здесь не обсуждаются. Но Господь хочет милости нас по отношению друг к другу. Поэтому это очень важно, если хотите вероучительные такие стихи о том, что значит быть Его учеником. Дальше опять приходят к Господу ученики Иоанна и спрашивают про то, как надо вести себя в очень конкретных вопросах. В частности, почему, говорят они, мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся. Да. Во-первых, Господь на это говорит о том, что пост – это некоторое выражение печали перед Богом. Как выражается пророк Исаия, день, когда гнетет человек душу свою. Конечно, явно совершенно за этим разговором фигурирует пост, который после вавилонского плена был установлен в день разрушения первого храма. И Господь говорит, ну, с ними жених, чего им поститься? Чего им поститься? Придут дни, когда отнимется у них жених. И вот это важное тоже для нас предупреждение в том смысле, что когда мы думаем об этом, о том, что Господь умирает из-за нас на кресте, вот это и есть. Дни, когда отнимаются от нас жених, и когда есть о чем поститься, о чем печалиться. Но может быть еще важнее две такие короткие почти притчи, две фразы, которые дальше Господь говорит, обращаясь, насколько мы понимаем, к ученикам Иоанновым никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани и вина молодого не вливают в мехи ветхие. И, в общем, довольно очевидно, что и мехи ветхие, и ветхая одежда в устах Христа это некоторый образ того, как было раньше, как было до его прихода, некий образ установленных правил, обычаев, контекста, истории избранного народа и так далее. Вот всего этого наследия там традиционного, обрядового, догматического, какого угодно. но о себе и своих учениках говорит Господь как о вине молодом, которая не вмещается, никогда не вмещается в привычные устоявшиеся формы. И это тоже очень важная вещь. С одной стороны, ну, в какие-то мехи надо вливать вино, неважно, молодое или старое, но есть вещи, в которые оно не вмещается. понимаете, вот это присутствие Христа, когда не могут поститься сыны чертога брачного, потому что с ними жених, это что-то такое, какие-то такие отношения с Богом, которые требуют для себя адекватных и достаточно приемлемых формы, приемлемых именно для этих отношений с Богом форм, а не чего-то привычного, традиционного и так далее, во что эти новые отношения с Богом никогда не могут вписаться. И вообще говоря, понимаете, в любое время и в эпоху ученики Христа находятся всегда в некотором таком трудном положении, потому что ни в какие привычные устоявшиеся формы эти новые отношения с Богом до конца не вписываются, а с другой стороны невозможно обойтись без форм. Иисус не говорит здесь делайте так, 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 а потом, когда наступит какой-нибудь этап вашей жизни, вы начнете делать так. Нет, но он предупреждает своих учеников о том, что вопрос, насколько адекватны формы моего почитания Богу вот этим отношением с Иисусом и не следует ли здесь что-то поменять, следует или нет, ответ не очевиден, но все-таки вот этот вопрос остается в каком-то смысле навсегда. Ну и потом, конечно, не будем забывать, что для читателей Матфея, которые как раз жили в этих мехах ветхих и в ветхой одежде в религиозном и культурном контексте ветхого завета, для них разговор был очень актуален, очень актуален, потому что они по крайней мере около четверти века, если не больше, от воскресения Христова до написания Евангелия от Матфея как раз пытались оставаться в рамках ветхого завета, оставаться в рамках синагоги и в то же время быть христианами. Ну и нельзя сказать, чтобы это как-то особенно хорошо получалось. И вот поэтому, может быть, для них Матфей помещает сюда эту историю, эту притчу о вене молодом и ветхих мехах. Дальше в девятой главе Евангелист помещает, как и многое другое, укороченный, заметно укороченный рассказ о воскрешении дочери Иаира и исцелении кровоточивой. Надо сказать, что, по-видимому, в самых первых устных рассказах и письменных источниках, в том числе, видимо, в так называемом источнике Ку, этот рассказ фигурировал вот именно так, как двойной, когда по дороге от одного места к дому Иаира еще происходит чудоисцеление кровоточивой. Правда, надо сказать, что Иаир здесь назван просто начальником и не назван по имени, но, в общем, совершенно очевидно, что это рассказ тот же самый, что и у других евангелистов. И вот Матфей очень коротко рассказывает о том, как Иисус откликается на просьбу Иаира и идет к нему в дом, и к нему подходит сзади женщина, страдающая кровотечением, ну, я думаю, что все знают эту историю, прикасается к Иисусу и исцеляется, потому что она думала про себя, что если мне удастся хотя бы вот краю одежды, ну, вот хоть как-то к нему прикоснуться, я исцелюсь. Там дело же не в одежде, собственно, а в том, что действительно для нее было важно как-то до него добраться, ну, вот хоть как-то. Она не считала, что может рассчитывать на диалог, на какой-то контакт глаза в глаза, тем более, что она же была ритуально нечиста и вообще говоря, боялась очень, потому что Иисус, ну, вернее, скажем так, какой-нибудь фарисейский раввин на месте Иисуса разразился бы значит, вот длинными и пустыми словами про то, как она оскорбила его чувства и, значит, там побежал бы сразу мыться в бассейне для ритуальных омовений, а эту тетеньку, ну, вот как-нибудь там побили бы камнями. Поэтому тоже она боится с одной стороны вот такой реакции, а с другой стороны не может без Иисуса никак, потому что без него не исцелиться, она уже все пробовала, все, 12 лет она страдала этим делом. И вот она для себя выбирает вот такой путь, как-то к нему сзади продраться через толпу и все-таки прикоснуться. Ну, здесь весь разговор про толпу и диалог Иисуса с Петром Матфей оставляет за кадром, поэтому у него только это важная вещь. Иисус женщина, которая не имеет права к нему прикоснуться и очень боится и все-таки это делает. И вот Господь оборачивается и смотрит на нее, Иисус обратившись увидел ее и говорит ей «Дерзай тщерь, вера твоя спасла тебя». То есть для него вообще по-видимому остается ну мы не можем гадать естественно и придумывать за Иисуса, но по факту мы видим, что он ничего не говорит о ее нечистоте, чистоте вот ни о чем этом. Он говорит о том, что ей, этой женщине, нужно было прикоснуться к Иисусу. Вот и это и есть ее вера, которая ее спасает. Ну и дальше евангелист Матфей говорит о том, что придя в дом Иаира, Иисус воскрешает его дочь и собственно видите, совсем выкинуть этот рассказ он не может, он к ему в таком двойном виде достался про дочь Иаира и про Коварьеву Тачивую, но и особенных выводов каких-то из рассказов о воскрешении дочери Иаира Матфей тоже в общем не делает, он говорит только о самом факте, вот он ее взял за руку и она встала и разнесся об этом слух по всей земле той, что там кто думал, потому что конечно кто-то думал, что девица была, я не знаю, в обмороке, кто-то знал, кто видел собственными глазами, как и Иаира и его жена, что она действительно умерла, но вот это вот такое удивительное чудо, о котором разносится слух по всей земле той, и это тема, которая постепенно во второй половине Евангелия становится очень важной, потому что эти слухи, разносящиеся об Иисусе, в конечном счете ведут к поляризации мнений вокруг него и к нарастанию враждебности фарисеев, в первую очередь, но не только фарисеев, но и книжников. Теперь дальше, в девятой главе Евангелист рассказывает о исцелении слепых, причем в его версии этих слепых двое. Ну, он не говорит о том, что это было около Иерихона, у других Евангелистов там один слепой, который кричит то же самое, но в общем довольно понятно, что это одна и та же история, только не сохранилась уверенности в том, один этот слепой был или двое. Ну, и вот, собственно, для нас важно с вами вот что. Во-первых, что они кричат Иисусу, потому что Иисус идет по дороге, они где-то на небольшом расстоянии сидят у дороги, просят милостыню, и Лука рассказывает, что они спрашивают, а что там такое, кто это идет, потому что идет ведь Иисус, за ним ученики, еще какие-то люди, то есть, ну, некоторые, не то чтобы прямо толпа, но все-таки несколько, там, пару десятков человек. Вот эти слепые, видимо, спрашивают, а что это там такое происходит, они говорят, вот это Иисус из Назарета. Матфеев всю эту часть пропускает, это как бы подразумевается, но он говорит, вот они кричат, помилуй нас Иисус, сын Давидов. Ну, и для современного читателя часто эти слова мало что значат, а в то время для самих слепцов, для тех, кто идет с Иисусом, и для фарисеев, которые тут, как тут, чтобы, как сказать, найти повод для доноса, это означает исповедание Иисуса Мессии, сыном Давидовым. Сын Давида это царь Израиля, тот потомок Давида, который воссядет на его престоле, и царство его не будет конца. В начале Евангелия от Луки в рассказе о Благовещении мы об этом читаем, и потом в песне Захарии. Вот. Спаситель мира, спаситель Израиля, тот, кто восстановит царство Бога в Израиле, вот что значит сын Давидов. И, соответственно, эти самые слепцы Иисуса исповедуют таким сыном Давидовым. «Помилуй нас, Иисус сын Давидов». Они обращаются к нему с просьбой о помиловании как к царю, как к царю. И вот, собственно, другие евангелисты рассказывают, что тут же на них стали шипеть, заставлять молчать и так далее и тому подобное. Вот. Евангелист Матфей говорит, что когда они все-таки приступили к нему, то есть он пришел в дом какой-то и слепых туда привели, Господь спрашивает их веруителей, что я могу это сделать. То есть, собственно, предлагается им подтвердить свое исповедание Христа сыном Давидовым. Мало ли чего они кричали там у дороги. в личном диалоге лицом к лицу друг с другом надо, чтобы они это исповедание подтвердили. Они говорят да, они говорят да. И тогда Господь исцеляет их совершенно потрясающими и в то же время трудными для читателя словами по вере вашей да будет вам. По вере вашей да будет вам. Знаете, часто читая эти слова, мы пугаемся, потому что наша вера такая слабая, что если нам будет по вере нашей, то очень грустно. Мы бы предпочли все-таки по милости, по милости Божьей, а не по вере вашей. Вы понимаете? Но, тем не менее, это все-таки, я бы сказал, определенный стимул трудиться для того, чтобы возрастать в вере, учиться доверять Иисусу, вот так, как эти самые слепцы доверяют. Как слепцы доверяют. Ну, еще очень важный момент, Господь говорит им, смотрите, чтобы никто не узнал. Это существенно, потому что очень часто, а ближе к середине, во второй половине евангельского сюжета, так и вовсе постоянно, Иисус говорит о своих чудесах, смотрите, чтобы никто не узнал. Мы уже не раз об этом говорили, что в отличие от современных христиан, Господь Иисус никогда не делает чудесами сионерским средством. Он никогда не говорит, вот придите, посмотрите, какие тут у нас совершаются чудеса. Ну, сами знаете, там у нас то благодатный огонь, то еще что-нибудь, то еще что-нибудь, то сорок бочек арестантов. Иисус так не делает никогда. Он предлагает услышать его, услышать, что он говорит о Боге, довериться сердцам, но не использует, еще раз повторяю, чудеса, как миссионерское средство. Они происходят, они запоминаются. Евангелисты об этом рассказывают, чтобы мы увидели Иисуса в этих чудесах, а не что-нибудь другое. Поэтому на самом деле вот эти слова Иисуса, смотрите, чтобы никто не узнал, это очень тоже важная вещь, потому что в каком-то степени увиденное чудо сильно сокращает твою свободу, доверять или не доверять. Это, во-первых, а во-вторых, доверие какого-то совершенно другого типа взаимоотношения. Да. Ну и, наконец, в самом конце девятой главы Евангелист предлагает некоторое обобщение этих всех рассказов. Он говорит, что Иисус ходил по всем городам и селениям. И вот что делает Иисус? Учит в синагогах, проповедует Евангелие Царствия и исцеляет всякую болезнь и всякую немощь в людях. Вот. это, если хотите, краткое содержание того, что тех рассказов, которые Евангелист Матфей, да и другие синоптики тоже предлагают своим читателям. И вот на самом деле уже последние строки относятся скорее к следующей, к десятой главе. Господь говорит ученикам жатвы много, а делателей мало. и так молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. По содержанию собственно эти два стиха должны, конечно, попасть в десятую, а не в девятую главу. Ну и мы соответственно поговорим о них в следующем видео.